Вы смотрите программу «Город С» в студии Инна Румянцева. Здравствуйте! Самара отмечает свое 438-летие. В предстоящие выходные состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров на сопках Манчурии, что станет одним из основных событий праздника. Какую программу для музыкального смотра подготовил коллектив Самарского концертного духового оркестра? Что ждут музыканты от этого события? Как прошло их творческое лето и какие планы строят оркестранты на новый сезон? Об этом и многом другом пойдет речь в сегодняшнем выпуске. И мои собеседники – директор Самарского концертного духового оркестра Евгений Пестерев. Евгений Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! И художественный руководитель и дирижер Сергей Рыбин. Здравствуйте, Сергей Александрович! Здравствуйте! Ну, первый вопрос. Всероссийский фестиваль духовых оркестров на сопках Манчжурии – это, насколько я знаю, ваша особая любовь. Пожалуйста, вот несколько слов об этом. Да, действительно, это особая любовь, потому что здесь таится некая историческая память данного события, данного вальса. Не каждый фестиваль, не каждое место, как Самара, может похвастаться, ну, будем говорить, наверное, не похвастаться, а гордиться таким случаем, когда произведение исполнялось здесь, на земле, Самарской, в Струковском саду, который стал вообще притяжением духовой музыки. Вот. И поэтому вот это вот, как есть такое, наверное, понятие, которое придумано в Самаре – гений места. Вот. Это вот, наверное, этим и интересен наш фестиваль, потому что в свете даже тех событий, которые сейчас происходят с нашей страной и так далее, потому что он и направлен на поднятие патриотизма, на дух вот этого русского воинства. И историческая память, она очень важна, тем более для подрастающего поколения. В Струковском саду воссоздана арка, пусть она не в тех размерах, как она была, ну, исторически, но, тем не менее, и открытие фестиваля проходит рядом с ней, что является тоже уникальным событием. Ну, раз уж вы заговорили и о самом вальсе, давайте тогда на этом моменте тоже остановимся, ведь этот вальс, он уникальный культурный код, который объединяет уже не только россиян, а вообще людей мира. Я не побоюсь такого вот громкого, да, слова. И именно названием вальса назван и фестиваль. Вот почему такой выбор? Расскажите поподробнее об этом, об авторе этого вальса и почему уже признано считать, что этот вальс нам принадлежит, Самаре. Действительно, вот, как вы сказали, культурный код этого вальса, он разошелся по всему миру, и это такая же узнаваемая мелодия, как и «Подмосковные вечера», как и «Катюша», который популярно практически известен практически в каждой стране мира. Вот. Илья Алексеевич Шатров, военный капельмейстер, в 1906 году был передислоцирован со своим 213-м окшанским полком сюда, в Самару, после битвы, где он потерял практически весь оркестр. И в знак памяти о своих музыкантах он написал вот этот знаменитый вальс, который так и назывался «213-й окшанский полк на сопках Мажурии», потому что они там лежали, погибли. И первое исполнение в 1908 году, в 1908 году, произошло в Струковском парке. И эта мелодия буквально закрутила весь музыкальный мир нашей страны, и пластинки с записями этого вальса разошлись многомиллионным тиражом по всей тогда еще царской России. После этого вальс немножко ушел в такое забытие, но после, наверное, в 60-х, 50-х годах прошлого века вальс родился заново. И это стала настолько популярная мелодия, и наконец-то вот в 2013 году, так сказать, случилась справедливость, и наконец-то родился фестиваль, посвященный этому прекрасному вальсу, прекрасному культурному, так сказать, коду, как вы сказали. И духовой музыке в целом. Да. Ну, расскажите, какова роль вашего коллектива в организации фестиваля? Ведь вы принимающая сторона. Я догадываюсь, что очень много хлопот в связи с этим. Да, действительно. Кроме творческих непосредственно. Здесь я, наверное, как раз и о организационных я расскажу. То есть большая, конечно, творческая работа, потому что организовывать российский фестиваль, ну и простой фестиваль — это немного, ну так скажем, разные весовые категории. Вот. У нас в этом году, ну и вообще приезжает достаточно много коллективов. Вот. То есть если говорить вообще про общее количество нас, 12 коллективов. Вот. И в свете, так скажем, событий, которые происходят, не все могут, ну тоже, так скажем, похвастаться таким количеством таких хороших, именитых именно количеством таких коллективов. Вот. Организационная работа очень большая. То есть если говорить быстро и кратко, ну проживание, питание — это, конечно, мы полностью обеспечиваем, потому что это профессиональные коллективы. Ну вы ведь встречаете, наверное, уже не просто коллег, а друзей, потому что год от года вы с ними встречаетесь. Конечно. И это радостные встречи. Мы их видели в этом году. Я вот, Сергей Александрович в этом году больше, так скажем, меня путешествовал и был на гастрольной деятельности. Я как раз, к сожалению, не был в Уфе, но здесь много организационных вопросов. То есть это и сувенирная продукция, которой мы, так скажем, Самарская земля славится. Это в этом году мы не только каждому брелок, так скажем, ну такой именитый брелок, который не купишь в магазине с логотипом фестиваля, а еще и буклет. Очень красивый буклет с изображением этой пластинки, в котором вальс на сопках Маджурии, да? Все знаково так. Да, и в который вошла вот история вальса, история нашего оркестра, история, ну и описание всех оркестров именно, которые принимают участие. Вот, то есть работа продолжается организационной, и вот буквально сегодня с утра работали, сейчас от вас выйдем и будем дальше. Да, и встречать уже гостей. Я больше скажу, если раньше мы приглашали оркестра, то сейчас нам уже поступают заявки. Пожалуйста, можно мы примем участие в вашем фестивале? Это говорит уже о том, что фестиваль действительно вырос до достойного уровня, и уже нам приходится внутренним каким-то художественным советом фестиваля выбирать, кто к нам едет, кто к нам нет. И одной из изюминкой этого фестиваля, который пройдет в этом году, будет то, что у нас практически все оркестры, это оркестры, которые танцуют, которые двигаются во время игры, а не просто как филармонический оркестр сидит и играет музыку. Не статично. Сплошные сюрпризы. Телекомпания ГИС всегда рассказывает о столь значимых для города событиях. У нас есть сюжет о том, как проходил фестиваль на сопках Маньчжурии три года назад. Давайте посмотрим, как это было. Знамя и оркестр вперед! Фестиваль на сопках Маньчжурии стартовал с марш-парада. Оркестры коллектива «Мажорец Порта» барабанщицы в музыкальном шествии приняли участие 16 коллективов из четырех федеральных округов России. Свыше 500 музыкантов прошлись по Волжскому проспекту от улицы Первомайской до бассейна ЦСКА ВВС. На празднике присутствовала глава Самары Елена Лапушкина. Музыканты исполняют все, от классики до современных композиций. Мы стараемся, чтобы нас слушали люди, это самый главный принципиальный момент. И мы стали участвовать в всевозможных рекордах Гиннесса, дабы нас заметили. И отсюда появились лыжи, отсюда появилось, так сказать, наше желание делать басштабные клубные мероприятия. Это наш второй визит в этом городе, в этом фестивале участие, поэтому мы с такой радостью, с таким энтузиазмом сюда приехали, поэтому это просто для нас счастье здесь находиться. В связи с пандемией не все можно проводить, но то, что сейчас происходит, конечно, уникально. Я сегодня удивлен погоде, людям, в первую очередь, конечно, которые нам хлопали. Мы идем, нам хлопают, нам машут руками, воздушные поцелуи. Ну как, ну чудо, красота. Интересный фестиваль. Мы, Самарский оркестр, с радостью поучаствуем, покажем свое военное творчество. Кульминацией марш-парада стало выступление Самарского муниципального концертного духового оркестра. Все, по-моему, изумительные совершенно. Рощинские вообще уникальные, поэтому тут выделить кого-либо очень сложно. Танцевали по кругу красиво. Умеют не только играть, но еще и танцевать. Мне понравился Нижний Новгород, девушки с Нижнего Новгорода, и оркестр очень понравился. Продолжился фестиваль уже вечером. Духовые оркестры выступали с концертными программами на различных площадках Самары. Расскажите, какой по счету фестиваль в этом году? Каков состав его участников? Мы долго разговаривали тоже на эту тему. В связи с тем, что, так скажем, начало данного фестиваля было положено... Ну, мы молодые руководители, то есть нашими отцами, основателями оркестра, это Марком Ивовичем Коганом. То есть по нашим подсчетам в этом году 11-й фестиваль. Ну, то есть может быть где-то что-то расходится. Однако... Может быть 12-й. Может быть 12-й. Вот. Ну, я думаю, что даже не это самое главное, а самое главное, что он начинался в 12-13 году, когда это было просто именно дань памяти, ну и написанию данного вальса, и принимал участие буквально вот... Ну, то есть начиналось все с одного оркестра, с нашего, вот, потом пополнялось другими оркестрами, и он уже вот к 21-му году вышел уже на всероссийский уровень, уже на хороший такой шаг. Ну, немножечко о сюрпризах, о том, как это будет происходить, вы немножечко рассказали. Поподробнее, на каких площадках он будет проходить? Понятно, что и в Струковском саду, но, как выяснилось, не только там, да? Вот расскажите, что, где, кто, когда? В 7-го числа в 13.00 у нас торжественное открытие фестиваля на том месте, где он был впервые исполнен, это в Струковском саду, скульптурной композицией «Вальс». После этого все коллективы разъезжаются по своим концертным площадкам. Это и Летний театр Струковского сада, это ДК «Металлург», ДК «Звезда», ДК «Пламя», ДК «Нефтяник». Помогайте, Евгений Владимирович. Ну, практически, практически все. Есть информация, мы покажем. ДК «Ктябрь». Практически все дворцы культуры принимают оркестры, коллективы, которые к нам приехали, и где пройдут сольные концерты именно. На этом первый день фестиваля заканчивается, и второй день фестиваля – это огромная программа, насыщенная программа. Во-первых, она начнется в 11 часов у памятника Григорию Засекину, где мы и Самарский оркестр, и наши гости, три военно-морских оркестра, два из Санкт-Петербурга, один из Севастополя, примут участие вот в этой торжественной церемонии. После чего в 13.00 в Струковском парке начнется большой галлоконцерт фестиваля, который продлится пять часов, где каждый участник нашего фестиваля покажет свое мастерство. Параллельно с этим в Струковском саду пройдет духовое шоу оркестров, как раз о чем я говорил, где оркестры будут играть и танцевать. Это в другой части парка, недалеко от скульптурной композиции вальс. Это то, что называется дефиле? Дефиле, шоу, плац-концерт, духовое шоу. Это можно называть по-разному. И что самое интересное, у каждого коллектива здесь есть свой почерк. Если Уральский государственный оркестр – это ярко, всегда незабываемо, то Пермский коллектив – это классика с их матерой хореографической школой пермской. Каждый коллектив покажет, на что он способен. Ну и завершится фестиваль с водным духовым оркестром на площади Куйбышева, где примут участие около 400 музыкантов, где будут исполнены самые-самые нетленные хиты, как можно сказать, духовой музыки. Конечно, это будет обязательно вальс на сопках Манжурии, конечно, это будет гимн Российской Федерации в исполнении такого огромного количества музыкантов. Ну и закончится, я не буду эти карты раскрывать, но и закончится традиционно. Традиционно фестиваль закончится массовым исполнением Великого марша Василия Агапкина «Прощание славянки». Будет на что посмотреть, будет что послушать, а вы что подготовили, что-то новенькое, или тоже не раскрывайте всех карт, приходите, увидите. Так точно. Ну, это логично. Несколько вопросов о том, как прошло ваше творческое лето. Где были, что видели, как себя показали? Творческое лето было очень насыщенное. Удалось побывать в разных городах, и удалось реализовать наш проект, пусть и не в полном объеме, как мы всегда это делаем, однако наш летний проект в городском саду играет. Это выступление в парках и на набережных, конечно. Это выступление нашего оркестра на празднике Дня России в рамках фестиваля «С тобой страна» в городе Москва. Выступать на Красной площади – это совершенно другая история. Наверное, пропитаться, пройтись и выступить на брусчатке, которая хранит в себе всю историю страны – это гордость. Да, и Кремль, и президент за кремлевской стеной, и это просто физическое ощущение его присутствия. Вы рассказывали об этом, да. Это было достаточно такая триумфальность. Фестивальная поездка эти три дня, которые вы там провели, вас здорово встречали. Да, мы выступили на самых главных площадках Москвы. Это, во-первых, Красная площадь, конечно, и там нам довелось закрывать вообще фестиваль духовых оркестров. Потом у нас было выступление на ВДНХ, где очень много зрителей увидело нас, и мы увидели очень большой отклик в наших соцсетях. Мы увидели очень такие теплые комментарии. Ну и окончанием нашего такого гастрольного тура по Москве стало выступление на Северном речном вокзале, где мы вокруг оркестра собрали, ну, очень много зрителей, и весь парк около вокзала буквально пропитался нашей самарской гостеприимностью вот такой вот. И многие сказали, блин, а мы вот поедем в Самару теперь. Да, и вы говорили в прошлый раз, что москвичи говорили о том, что сожалеют, что у них нет такого коллектива и нет возможности вот присутствовать на таких выступлениях. А нам, дорогие земляки, повезло. У нас есть такой замечательный коллектив. Знаю, что совсем недавно вы вернулись из Уфы. Что там было? Как все прошло? Ну, еще, да я добавлю, перед Уфой еще было много городов. А, еще были? Конечно, конечно. Наш оркестр... Не в рамках фестиваля, да, но тем не менее... То есть после Москвы, и что еще? Очень радостно, что о нашем коллективе уже стали узнавать в других регионах нашей страны. И вот буквально после Москвы сразу же, там буквально через две недели, мы поехали в город Вологду, где играли на дне города Вологды. Потом после Вологды, через три дня мы уже были в Оренбурге, где мы тоже выступали. Потом у нас был отпуск. Все-таки. Все-таки он был, да. И, значит, в Уфа, где мы приняли участие в юбилее Уфы, 450 лет отмечала столица Башкирии. Как это солидно. Да, и вот как раз буквально три дня назад мы оттуда вернулись, где как раз и, можно сказать, была генеральная репетиция нашего фестиваля, потому что участники, большинство участников были там тоже. Лучшие оркестры страны съехались в Уфе. А теперь мы ждем всех в Самару. Наши гости любезно предоставили нам небольшое видео по Пури, выступление Самарского муниципального оркестра в Уфе. Внимание на экран. Вас приветствует Самарский концертный духовой оркестр. Оркестра! И, конечно, все В этом мире и душу еще Есть только мир Садимовой, держись КОНЕЦ Как в сказке скрипло, и все мне красно стало теперь. Живая страна моя родная, в море и в лесу паренье, Я в другой такой стране знаю, где такой знанийший человек. Субтитры создавал DimaTorzok Вы не успели вернуться из Уфы, как новый фестиваль, серьезный. Вы принимающая страна. Как вы успели подготовиться, отрепетировать, перестроиться с одного мероприятия на другое? Это такой организационный творческий процесс, и он идет параллельно. У нас бывает, что разделено и по репетициям, но, наверное, Сергей Александрович тут больше добавит, что в одной репетиции несколько сразу готовится. А если говорить о перестройке, ну здесь приходится быстро. Это хорошо, что есть опыт уже организации своего фестиваля, и мы видим, как коллеги работают. Поэтому здесь огромная работа, и благодаря поддержке вышестоящего руководства все это быстро приходится перестраиваться. Приходится и делать дополнительные репетиции, и дополнительно музыкантам отдельно, индивидуально заниматься. Но ведь мы же не скажем публике, извините, мы были в гастролях, поэтому мы сегодня не очень. Такого уже не бывает. Конечно. Поэтому приходится жертвовать где-то домашним временем, где-то не съездить на дачу в выходные, да. Работаем, работаем. И плановая наша такая стратегия, когда мы знаем, что у нас через два месяца будет концерт определенный вот здесь, вот здесь, вот здесь. Конечно, заранее уже готовимся. Вот, кстати, заранее готовитесь. О предстоящем творческом сезоне. Какие у вас планы, какие основные события? Я понимаю, что что-то у вас, наверное, всегда получается спонтанное и не запланированное, но какая-то рыба какая-то уже составлена, да? Ну, конечно. То есть плановое хозяйство, а без него никак. То есть есть определенный, так скажем, как вы правильно сказали, рыба, то есть такой некий скелет, по которому мы двигаемся. То есть это, конечно, работа в рамках нашего муниципального задания. Однако у нас есть еще и работа с учебными заведениями в рамках Пушкинской карты, которую мы не оставляем. И, конечно, большие, крупные, так скажем, государственные праздники. Это День народного единства и День героев Отечества. День героев, ну, они по-разному называются. Это как раз в декабре. Это вот отдельные программы, которые мы уже начали готовить, которые мы будем проводить. И это будет абсолютно, ну, так скажем, доступно для всех. Это не платные мероприятия, это для всех жителей на площадках города. Вот. В рамках творческих, наверное, Сергей Александрович больше добавит какие-то программы и так далее. Вы сказали, есть рыба, а есть рыбин еще. Да. Вот, поэтому готовимся, готовимся. И, Евгений Владимирович, у меня вот недавно даже мысль пришла, наверное, даже и для зрителей, сейчас один для музыкантов будет сюрпризом. А может быть, мы 31 декабря прям сделаем концерт для жителей Самары перед Новым годом, такую карнавальную ночь. И есть такая мысль, она витает уже давно. Возможно, мы эту, так скажем, реализуем в этом году. На площади Куйбышева? Ну, где-то, может, в каком-то ДК. Ну, на улице просто зимой. На улице холодно, да, я тоже так усомнилась. И холодно, и тяжело, так скажем, продолжительное время играть. Ну, да. Планов очень много. Планов очень много. То есть такой новогодний вечер. Да. Тем более у нас сейчас в нашей, так сказать, организации под названием Духовый оркестр, это не только оркестр, еще работают два коллектива, это вокально-инструментальный ансамбль «Стиль» и ансамбль джазовой музыки «Диксилен Творский Бриз». Вот, и все три коллектива, они постоянно находятся в работе, постоянно находятся в поиске нового репертуара. И вот, что очень радостно, вот как раз отмечает и публика, что мы начали некую такую программную стратегию, мы начали работать программно. Вот буквально в этом году у нас несколько программ родилось. Это и программа «Диксиленда», посвященная творчеству Леонида Утесова, который в следующем году будет отмечать юбилей свой, юбилейный год. Это и у нас появилась программа «Хиты рока», у нас появилась программа «Песни наших родителей», у нас появилась программа «Папины песни» отдельно к 23 февраля. Это прям тема отдельных разговоров, очень интересно, я думаю, мы еще встретимся и вот это тоже отдельно обсудим и покажем нашим телезрителям. Я думаю, у вас все получится. С таким опытом организационного процесса все получится однозначно. Спасибо. Ну и заканчивая программу, давайте напомним нашим телезрителям, что фестиваль на сопках Маньчжури ждет всех уже завтра. В Струковском саду насыщенная музыкальная суббота, о которой рассказывали наши гости, завершится концертом актрисы и певицы Екатерины Гусевой в 20.30. Это для любителей романсов. В воскресенье состоится гала-концерт в фестивале, дефили оркестров, завершится фестиваль выступлением сводного оркестра на площади Куйбышева. И выступление оркестра из 400 лучших музыкантов страны будет посвящено, конечно же, Дню города Самары. Так что всех приглашаем на фестиваль. И время нашей программы подошло к концу. Сергей Александрович, Евгений Владимирович, я благодарю вас за то, что были сегодня с нами. Желаю ярких впечатлений, ярких выступлений на фестивале и вам, и вашему коллективу, и всем гостям фестиваля. Напомню, у нас в студии были директор Самарского концертного духового оркестра Евгений Пестерев и художный руководитель и дирижер Сергей Рыбин. Еще раз благодарю вас. Спасибо. Ждем всех на фестивале. На этом у меня все. До встречи в эфире.